Барьеры нетарифного регулирования. Ассоциация занимается этими проблемами. Это не только сертификация компонента. В этом году много работали по 275 ФСЗ, но его в этом докладе касаться не будут. Кто участвовал в собрании, наверное, всю информацию получили. Могу только поделиться дополнительно последними новостями с этой саратовской конференции. Борис Фириоан сказал, что буквально там накануне проходила ВПК-шная конференция, и Министерство обороны заслушивало предложения со стороны промышленности, производителей оборудования, которые попадают под действие этого закона. Поэтому с точки зрения рынка компонентов не успеет дойти все то, что было изначально запланировано для производства закона. Барьеры, их можно разделить на регулятивные и процедурные. То есть то, что должно регулировать рынок, для чего это создается, какие-то новые требования, требования к продукции, требования к поставщикам, ограничения области использования. Наверное, это хорошо. Это должно быть. В этом состоит, в том числе, функция государства, чтобы регулировать рынок. А вот вторая часть, процедурные, они как бы являются следствием того, что уходятся эти регулятивные барьеры. И в процедурных барьерах опросту экономика теряет свою эффективность. Чем выше процедурные барьеры, тем ниже общая эффективность экономики. Поэтому задачи, как мне это представляется, достаточно простые. Повысить эффективность регулятивных барьеров, они, наверное, должны быть. И рынок должен регулироваться в интересах государства, потребителей и добросовестных поставщиков, в том числе. Против кого это может быть, но я так сразу обозначил. Против недобросовестных поставщиков, когда регулятивные барьеры работают хорошо, меньше возможностей остается недобросовестным поставщикам пользоваться какими-то своими сомнительными преимуществами. И вторая задача – это снизить процедурные барьеры. Это опять же в интересах всех добросовестных участников, заказчиков, регуляторов, поставщиков и дистрибьюторов обязательно в том числе. И здесь нарушаются интересы одной группы, так называемых, я их называю, сертификаторы. Ну, такая вот прослойка компаний, которые занимаются зарабатыванием денег на проблемах других. На проблемах других. Итак, как эти задачи можно решить? Есть два пункта. Во-первых, на уровне исполнения процедур, ну, исполнения процедур. Ну, вот уже многие говорили, что как раньше, жить нельзя, а раньше был такой принцип. Если закон плохой, значит, его можно не соблюдать. Сейчас, как я понимаю, правило меняется. Каким бы закон ни был, его исполнять обязательно. Поэтому вот это требование обязательного исполнения того закона, который написан и принят, оно тянет за собой необходимость повышать эффективность вот этих, повышать эффективность исполнения процедур. И что здесь нужно сделать, это не представляется. Сделать эти процедуры прозрачными и одинаково понимаемыми всеми и регулятором, и участниками рынка. По возможности автоматизировать их, чтобы сократить этот человеческий фактор. И значительно можно, значительно исключить, значительно сократить или исключить фонус регулирующий платежи, который совершает каждая компания в одиночку, проходя вот этот регулятивный тарьер. Вторая часть, другая, одна другую дополняет. Это совершенствование процедуры требований регулятора. Да, некоторые требования могут быть дурацкими, абсурдными, вредными. Незаконными. Может быть, даже противоречащими российской конституции. Но они есть. Их нужно менять. Писать предложения, доводить их до регулятора. Это другая часть работы, которая требует организации нашего сообщества, например, в лице ассоциаций. Почему? Собственно, ради этого ассоциации было создано. Можно было бы обойтись без вот этой формальности, в виде юридического лица, а существовать в виде такого круга сообщества, встречаться и заниматься обменной информацией. Но иногда требуется юридическое представительство интереса. Итак, вроде понятно. Какие инструменты? Для первого случая. Для исполнения процедуры. Интернет-платформа. Сайт. Предельная автоматизация всех рутинных операций. Второе. Это то самое экспертное сообщество, которое может быть организовано на базе ассоциаций, но не обязательно. Оно должно оставаться в рамках ассоциаций. Мне представляется, что оно должно быть шире и включать всех, кто заинтересован в этом участвовать. Про интернет-платформу. Какие у нее должны быть функции? Во-первых, вот эта информационная функция, ну, вроде бы она там очевидная. Навигатор по документам, база данных сертификатов, там, контакты государственных структур, там, списки компаний, участников. Все это нужно для того, чтобы не чувствовать себя один на один с проблемой, когда есть полное представление о том, кто в этом участвует, какие есть документы, гораздо легче проблему преодолевать. И вторая функция, я ее называю функцией коллективного заказа услуг, она стоит в том, что когда нужно, например, оформить сертификат, подходит срок, это же просто всем понятно, когда действие сертификата закончится. Эта дата зафиксирована в соответствующих базах данных. Система автоматически направляет уедомление всем компаниям, которые выполномочены на эту продукцию поставлять. Или, может быть, более широкому кругу компаний на усмотрение вендора. Этим процессом, конечно, должны управлять в первую очередь производители компаний. И предлагайте себе, пожалуйста, нужен новый сертификат, готовы ли вы, коллеги, партнеры, профинансировать этот процесс. Компании просто подтверждают нажатием кнопок. Да, 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 сертификат заказывается, стоимость его делится. Ну, я бы предложил, по равновесному принципу, все экономят деньги, во-первых. Во-вторых, в этой ситуации выигрывают авторизованный канал, и те поставщики, может быть, это не авторизованные поставщики, но которые пользуются авторизованным каналом и входят вот в пункт заказчика в этом сертификате. Ну, все остальные операции можно автоматизировать. Подготовка документов на сертификацию. Ну, пакет документов стандартный. Если компонент известен, вот из базы данных Алексея, все данные, необходимые для того, чтобы подать заявку на сертификацию, они есть, их не нужно писать, их нужно подкачать, сформировать заявку автоматически, отправить в сертификационный орган, который между участниками пула уже согласован. Это тоже один раз делается. Один раз и согласовать. Этот орган надежный, он хорошо выполняет работу по сертификации такой-то группы компонентов. Приходит в срок сертификации, туда сразу после подтверждения от заинтересованных компаний идет заявка. Они выставляют счет, интернет-платформу счет оплачивает за счет денег, которые получают от своих клиентов и оформляют доверенности на использование этим компаниям. Система, на мой взгляд, достаточно взвешенная, рамоудаленная от всех и позволяет снизить барьер и исключить перекосы, которые могут возникать, когда какой-то, допустим, из поставщиков хочет использовать проблему сертификации для того, чтобы ограничить возможность поставок для других компаний, которые на самом деле имеют тот же статус. Экспертное сообщество участников рынка, прямо там на платформе можно организовывать такой форум закрытый, с регистрацией, со специальным, с регулированием прав доступа. Форум участников, экспертов по вопросу внешнеэкономической деятельности. К этому форуму могут подключаться юристы, могут подключаться представители государственных структур, которым, естественно, гораздо легче будет адресовать любую проблему, которая возникает в сообществе. Сейчас, когда это происходит в ручном режиме и на разовом, вот таком, на прецедентном принципе, то есть возникла проблема, мы ищем, к кому же обратиться, куда написать письмо. У нас канал не работает в регулярном режиме. Здесь они, ну, поскольку проблемы возникают постоянно, там, каждый, ну, может быть, не каждый день, но каждую неделю. И я думаю, что и юристам, и представителям таможен, например, и сертификационным центрам будет интересно присутствовать в этом экспертном сообществе и отвечать на вопросы. И, в общем, это в интересах, как мне представляется, всех участников цивилизованного рынка. Ну, вот ожидаемые результаты для дистрибьюторов, для заказчиков. В первую очередь, сокращение срока, потому что процедура автоматизирована, согласована со всеми участниками, не должно быть никаких барьеров. Повышение качества, когда сообщество постоянно имеет возможность мониторить, кто его обслуживает, если этот сервис или там какой-то сертификационный центр, например, работает недостаточно хорошо или слишком дорого эти ключи из-за ними какого-то пожарства. Значительное снижение стоимости, это очевидно, потому что право долевое, димнативное, повышение качества вот этого общественного контроля. Очень важно подчеркнуть преимущество для вендоров. Для вендоров ситуация делается управляемой. Вендор дает существенные преимущества благодаря этому авторизованным, в первую очередь, дистрибьюторам, во-вторых, тем независимым дистрибьюторам, кто пользуется, ну, допустим, авторизованным каналам за покупку, кто вендорам, кто желательный в качестве поставщика для вендоров. Ну и для всех, я так это формулирую, сокращение зависимости от фактора человеческих слабостей. Вот такие идеи. План. План простой. Это должно быть отдельное юридическое лицо, это не должна быть ассоциация, потому что, ну вот каждый раз, когда у нас возникают эти проблемы по сертификации, и ко мне обращаются члены ассоциации или не члены ассоциации, возникает необходимость кому-то звонить, с кем-то разговаривать, съедает время. У меня все время возникает вопрос, ну почему мы это делаем за счет бюджета ассоциаций, когда проблемы часто связаны не с членами. Не члены часто создают больше проблем. И у нас была практика целевого финансирования, но не будешь же каждый раз по каждой проблеме договариваться о целевом финансировании, каких-то работ. Нет, это должна быть, это должен быть автомат с хорошим механизмом финансирования, на самоокупаемости, с регулируемой прибыльностью. Она не должна быть зашкаливающей, она вами же может быть определена, но так, чтобы устойчивость работы была обеспечена, чтобы этот автомат не сбоил из-за того, что у него возникает дефицит на тысячу рублей, потому что не хватает денег оплатить какой-то сервис, интернет-провайдеру или разработчику этого сам. Все, вот юридическое лицо, согласование условий, ну, предварительно, вот, я так разговаривал, вроде бы, это находит поддержку у участников рынка, дальше разрабатываем МКЗ, создаем сайт, наполняем его, подписываем договора соответствующие, запускаем работу. Я оцениваю, что это, ну, несколько месяцев, несколько месяцев на раскрутку вполне достаточно, может быть быстрее, может быть, там, два месяца.